Заключение под стражу. Такую меру пресечения избрал суд генеральному директору коммерческой организации, подозреваемого в даче крупной взятки. По версии следствия, в сентябре 2023 года представитель строительной организации, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту совершения посредничества в передаче взятки, по указанию генерального директора общества, осуществляющего деятельность по сдаче в аренду земельных участков, путем введения переговора способствовал достижению соглашения между последним и должностным лицом, осуществляющим контроль надзорной функции по строительству жилых многоквартирных домов, о получении ежеквартально в течение двух лет взятки за совершение действий в пользу строительной организации. Так, в период с 29 сентября по 31 октября генеральный директор общества, следуя ранее достигнутой договоренности, передал должностному лицу, который осуществляет контроль надзорные функции по строительству многоквартирных домов, взятку, после чего действия фигуранта были пресечены. Согласно преступной схеме, фигурант договорился с должностным лицом, выполнявшим надзорные функции о покровительстве строительной организации. Взамен чиновнику полагалось ежеквартальное денежное вознаграждение на протяжении двух лет. После передачи через посредника первого взноса все участники схемы были задержаны тверскими сотрудниками ФСБ. В региональном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». 15 ноября фигуранту предъявлено обвинение. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причины и условий, способствовавших совершению преступления. Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК по материалам, предоставленным ОЭП и ПК ОМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления потребительского инвестиционного кооператива. Ему вменяется многомиллионное мошенничество. Фигуранта задерживали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Тверской области совместно с сотрудниками регионального СК при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По данным оперативников, с декабря 2020 года по август 2023 года предприниматель заключил с физическими лицами более 100 соглашений об инвестировании денежных средств. Подозреваемый обещал вкладчикам высокую фиксированную доходность, заранее зная, что не сможет выполнить условия соглашений. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 81 миллион рублей. Следовательно, в Следственном комитете проведены обыска по месту жительства фигуранта в офисах организации, изъяты интересующие следствия документации, допрошены потерпевшие. Судом в отношении подозреваемого избраны меры поищения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.